Примите, ешьте, это есть тело мое. И взяв чашу, благословив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Вот так Иисус Христос оставил заповедь. О чаше Он сказал, что это кровь моя, чаша Нового Завета, и Хлебе Он сказал, что это тело мое за вас предаваемое, за вас ломимое. И все это, как написано кровь, изливается во оставление грехов, чтобы мы могли быть спасены от нашего греховного гибельного состояния, чтобы мы могли быть спасенным народом, народом Божиим, уже овцами Его пасху. И праздник, который праздновал Христос, как я хотел есть с вами эту Пасху, этот праздник в первую очередь обозначал освобождение от рабства. Когда израильский народ был в рабстве египетском, египтяне даже хотели унизить, уничтожить их, заставляли их жестоко работать, и они возопили Богу. Бог послал им Избавителя Моисея, через которого он и вывел их из египетского рабства. И вот, когда было это последнее наказание, последняя казнь, то они должны были взять ягненка, кровью его помазать на дверях, на косяках дверей, на перегладине, и ангел-губитель, когда пошел, он прошел мимо. Они были избавлены. И у всех египтян был плач, потому что умерли все первенцы, а у евреев был праздник, праздник милости Божьей, праздник Божьего избавления. И египтяне были так расстроены, что выгнали их. И у них был еще в войне праздник, что они были освобождены от рабства. И они там еще и обобрали даже египтяна, и египтяне им все золото, и деньги дали, только чтобы они уходили. И вот у них был такой праздник, что как вот все хорошо Бог устроил, что никто из них не пострадал, все они живы-здоровы, еще у них там много всяких и денег, и свобода, и впереди еще земля обетованная, такая перспектива большая. И, конечно же, у них был праздник. И Бог заповедал через Моисея, чтобы этот праздник был у них всегда, чтобы они всегда его празднули. И вот прошло уже полторы тысячи лет с этого события, когда Бог вывел их из Египта. И вот все в Иерусалиме собрались, чтобы праздновать, и пришел Христос с учениками. И специально была приготовлена горница, где они возлегли, и это была праздничная такая трапеза. И вот именно за этой праздничной трапезой Иисус и дал эту заповедь, заповедь для его преломления. Потому что все, что происходило полторы тысячи лет назад, это было прообразом того, что принесет Христос. Вот эту свободу, это избавление всего человечества от рабства. Это было начало отсчета нового времени. И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяца, первым да будет он у вас, между всеми месяцами года. То есть тогда, когда Христос праздновал, это был первый день нового года. Вот так Бог заповедовал через Моисея, что именно вот этот день, когда они вышли из Египта, это был новый год. И когда Христос собрался со своими учениками, это было тоже празднование нового года, нового времени, который символизировал выход из рабства, из рабства греховного. Именно об этом Христос говорит, что во избавление от грехов. То есть если евреи были избавлены от египетского рабства, то Христос когда говорил своим ученикам о чаше, и хлебе, да, и о своем теле, и крови своей пролетает, он говорил, что это будет освобождение от ваших грехов. Иисус взял хлеб и сказал, сие есть тело мое, и взяв чашу сказал, сие есть кровь моя, которая за вас проливается. И когда-то еще Иоанн, указывая на Иисуса, сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть все грехи всего человечества, Он берет на себя. И в этом был как раз смысл вот тех великих страданий, которые терпел Христос. И Он сказал, это тело мое за вас, которое будет растерзано, ломимо. И Иисус становится жертвой за грехи всего человечества. Он становится этим жертвенным агнцем для отпущения грехов, чтобы нам не платить за наши грехи. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на закладе. Пишет Исаия еще за 600 с лишним лет до Его рождения, до рождения Христа. Что на Него возложены будут грехи всех нас, грехи всех людей. И Он будет истезуем, будет страдать за наши грехи и беззакония. Он изъязден был за грехи наши и мучим за беззакония наши. И Матфея 26 главе, мы читаем, Он дает свободу от рабства и зависимости, свободу от беспокойства и угнетения совести. И взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо это есть кровь Моя, Нового Завета, изливаемая во оставление грехов. И Он забирает нашу греховность и дает нам свою правильность. Вот в этом и есть вот этот великий праздник, который мы сегодня празднуем, да? Праздник избавления. Избавление от рабства греха. И именно об этом нам говорит эта чаша. Именно какую дорогою ценою куплены вы, да? Именно об этом мы должны сегодня думать. Чтобы нам не из ним очень ознаметь нашими душами, потому что мы живем в такое время злое, жестокое, развращенное, как было в Содоме и Гаморе, примерно что-то подобное сейчас у нас. И вся эта обстановка, она гнетет нас. Как мы читаем, как Лот мучился даже в праведной душе своей. Ему было тяжело среди людей неистово развращенной жить. И нам порой трудно, и мы переживаем свои, как бы эти духовные битвы, духовную борьбу. И у нас есть большая опасность, что мы можем ослабить. И как бы поддастся на какой-то грех. А почему бы там тебе не расслабиться, там дьявол придет, да почему бы тебе не порадоваться этими греховными радостями этого мира, да? Дьявол предлагает. И Павел говорит, что боюсь, как змей хитростью прельстил Еву, чтобы и ваши умы не повредились, да? Уклонившись от простоты во Христе. И поэтому Павел предупреждает и говорит, чтобы вам не ослабеть, чтобы вам не изнемочь, помыслите о претерпевшем над собою такие поругания грешни. То есть посмотрите на истязаемого, на распятого Христа. Приходи почаще на Голгофу, по его Демсалону, да? Здесь берет начало жизнь твоя. Здесь за мировую катастрофу жертвой стала вот эта кровь Христа. Что кровь Христа за всех людей, за нас была пролита. И вот, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть, мы должны вспоминать страдания Христа. И Христос даже нам заповедь оставил. Сказал, собираетесь вместе, вспоминайте о моей кровитой крови, о моем ламином теле. И это вы должны делать до тех пор, пока я не приду за вами. Когда будет Второе пришествие. Когда будет восхищение Церкви. То есть до восхищения Церкви все христиане должны собираться вместе и должны, как написано, смерть Господню возвещать, до поля Он придет. То есть помышлять о страданиях Христа. И хлевопреломление, для нас это праздник Победы. Для нас это праздник Свободы. Пейте из нее все. Это есть кровь Моя. Иисус сказал, если хотите, не сказал, что если вы хотите принять, а Он как бы утвердительно сказал. И Он сказал, пейте из нее все, из этой чаши. Иисус сказал, если хотите принять Иоанн Креститель, есть Илья, к которому должно прийти. То есть ему говорили, как же так? Ведь в пророчество было сказано, что должен прийти пророк великий Илья, который приготовит путь для Мессии. И Христос им говорит, что вот он уже был. Вы просто это не поняли. Это был Иоанн Креститель, который приготовил путь для Креста, который указал, что вот тот, кто возьмет Грихимира за вас, кто пострадает за вас. И Иисус Христос, Он не в знаках, не в образах, не в традициях ли обрамления, а Он среди нас. Он живой. Он воскресший. Он сказал, Я буду с вами во все дни, до скончания века. И приблизившись, Иисус сказал им, да на мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни, до скончания века. Аминь. То есть, воистину так. Я с вами во все дни, до какого периода? Пока не закончится существование этого мира. Пока вы не будете восхищены, как церковь навстречу Господу. И там уже всегда с Господом будем. И сегодня мы вспоминаем то, что совершил Христос для всего человечества, для нас лично. От первородного греха, от первого убийства, до вот того Агнца, который евреи должны были прообразно заместительного братья, его кровью мазать, чтобы не погибнуть. И до Христа, который своей кровью очищает нас от грехов наших, и он со своей кровью вошел в небесное святилище, чтобы покрапить вот это место милости. сегодня не гнев Божий изливается на нас с небес, а сегодня милость Божия обновляется каждое утро. И все это благодаря тому, что Христос пролил свой кровь. Написано, что если бы Бог не послал нам семени Христа, то что с нами случилось? Мы были бы как Содон и Гамора. То есть огонь бы с неба пал и уничтожил бы всех. Но этот огонь не пал. Почему? Потому что с неба пришел Христос. И Он принес нам примирение, Он принес нам умилостивление, Он принес нам милость. И сегодня это Царство Божие, оно на земле, сегодня искупленные Божьи дети, так же, как на небесах, восхваляют и поклоняются Иисусу Христу. Потому что они куплены кровью Христа. Они теперь собственность Бога. И дьявол не имеет над ними никакой власти. Потому что на них есть эта печать Божия. Они запечатлены Духом Святым. И они народ Божий. И кто для тебя Иисус Христос лично? Это самый главный вопрос. Помните, Христос предупреждал и говорил, что многие придут под именем Моим. Под каким именем? Под именем христиан. Христа, да? И Христос говорил, что они придут в овечьей одежде, но внутри будут как волки. И берегитесь, говорил Иисус, в лжехристов, в лжехророков, в лжехристиан. Потому что многим тогда Иисус скажет, отойдите от меня, проклятые в огонь вечный. Хотя они будут говорить, да мы именем твоим бесов изгоняли, мы чудеса творили, мы проповедовали. А Христос говорит, я никогда не знал вас. То есть вот в чем великая трагедия. что ты можешь говорить о Христе, ты можешь именем Христа бесов изгонять, ты можешь именем Христа исцелять. А Христос скажет, я тебя не знал. Ты не был лично знаком. Вы ведь тоже много, допустим, знаете о Путине, да? А если Путина спросить, он вас знает? Какой будет ответ? Абсолютно не знаю. Да? Вы-то знаете о нем, да? А он о вас что, знает? Да ничего не знает. Да? И никогда не видел, не слышал ничего. Так ведь? Так же будет и со Христом. Люди будут очень много знать о Христе, да? И делать даже именем Христа. Но Христос скажет, а я вас не знал. У нас не было личной встречи. Да? Мы лично не общались, не разговаривали. Мы лично не сидели за одним столом, да? И не прилавляли хлеб. Потому что все, что вы делали, вы делали самостоятельно. Вне присутствия Христа. Вы делали это по своей воле. Вы не были лично соединенными со Христом. У вас не было вот этого единства со Христом. Не было вот этого живого общения со Христом. была просто ваша религиозность, да? Ваше там расположение сердца и не большее. А Христос сказал, воззови ко мне, и я отвечу тебе, да? То есть, приблизьтесь ко мне, говорит Христос, и я приближусь, да? То есть, от нас должно быть вот это личное желание соединения со Христом. Личное желание соединения с Богом. И Христос говорил, помни, что ты раб в земле египетской, но Господь вывел тебя. Так Он говорил израильскому народу. И мы должны помнить, кто мы такие. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, говорил Христос на церкви. Мы можем много знать про Иисуса, много знать про хлебопреломление, и традиционно приходить в церковь и исполнять обряд. Но насколько близко мы знаем Иисуса Христа? И пусть каждый задумывается, насколько близкренне и искренне взаимоотношения мои личные взаимоотношения со Христом. То есть, что я делаю сегодня здесь? Просто дома скучно, пришел о Боге подумать, пришел там какую-то дань отдать, или просто так, что-то для себя получить, или сегодня мое сердце трепещет от предвкушения этой встречи со Христом. И сегодня мое сердце открыто, и сегодня я поклоняюсь, преклоняюсь пред Господом, сегодня я прославляю Его, сегодня я чту Его имя, сегодня я с благовением участвую в Его заповеди, сегодня я исповедуюсь перед Ним. То есть, если вот это внутреннее, потому что Царствие Божие, оно внутри вас, Бог Иисус, оно невидимое, Царствие. И нельзя сказать, что вот туда пойди, или туда пойди, вот именно там, когда идешь в Дом Божий, будь более готов к этому общению, слышанию, чтобы слышать то, что Бог говорит церквям, лично нам. И пусть наше сердце сегодня будет расширено, раскрыто, чтобы принимать вот это живое, духовное общение со Христом, чтобы, как мы знаем, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди вас. И Христос говорит, я с вами во все дни на скончании века. То есть, Христос-то посреди, но, как мы читаем в книге Откровения, вот стою у двери и стучу. И те, только кто услышит голос и откроет дверь, тому говорит, войду и тогда будет настоящее вечерие. Настоящий праздник. Настоящий праздник Илья Прилавления. Потому что в Каримской Церкви было все наоборот. И Павел говорит, это не значит праздновать вечерю Господнюю. Лучше бы вы не насобирались, потому что собираетесь на худшее. Потому что вы друг друга обижаете, оскорбляете, ищете там наезд и напиться, других унижаете и не помышляете о теле Господне. И нет у вас этого благоговения перед Господом, нет вот этого личного общения со Христом, нет вот этого внутреннего состояния Духа открытости перед Богом. И пусть Господь уберет вот это все, что мешает нам общаться с Богом. Вот никакая дверь, никакая преграда не разделяет нас Господа. Аминь. длина, длина, длина. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...